Неожиданный удар по уже принятой президентской реформе здравоохранения Обама Керр нанес сегодня Верховный суд США. Он постановил, что в вопросах контрацепции федеральный закон не является обязательным к исполнению частными кампаниями, если это противоречит их религиозным убеждениям. Елена Мещерякова разъяснит подробнее. У порога Верховного суда в Вашингтоне столкнулись не просто две демонстрации, два мировоззрения. И то, и другое – плоды обычных американских свобод, в том числе совести, и равенств, в том числе между мужчиной и женщиной. «Даешь разделение между церковью и государством!» – кричали одни. «Руки прочь от ребенка божьего дара!» – скандировали другие. Президентская идея о всеобщей практически бесплатной контрацепции американок оказалась мертворожденной. С помощью Бога и Верховного суда две частных кампании из Оклахомы и Пенсильвании добились права не покрывать расходы своих сотрудниц на прерывание беременности. Верующие предприниматели ИСЦИ пояснили – им жалко не денег, а нерожденных детей. Аборты – это не по-христиански. Мы приветствуем это решение суда. Это победа для свободы вероисповедания. Верховный суд постановил, что американцы не должны отказываться от своих религиозных убеждений, только потому, что у них есть частный бизнес. И правительство не может их толкать на преступления против совести. Вердикт на совести пяти из девяти судей. Все они назначены еще при Рейгане и Буше, чем объясняется их консерватизм. Четверо голосовавших против достигли пика карьеры при Клинтоне и Обаме и потому поддержали демократический взгляд на рождаемость. Простое большинство судейских голосов усложнило и без того трудную судьбу Обама Керр и подняло волну феминистских протестов. Мы очень разочарованы. Это свидетельство гендерной дискриминации. Женщины платят страховые взносы наравне с мужчинами. И контрацепция – один из необходимых видов медицинских услуг. Между прочим, не самый дешевый. Это затронет интересы десятков тысяч женщин. И мы это так не оставим. И будем бороться дальше. По крайней мере, 49 таких же жалоб застряли в судах по всей стране. Их исход теперь предрешен. Впервые частные предприниматели могут руководствоваться не федеральными законами, а своими религиозными предпочтениями. Это, конечно, не шариат, но очень спорное решение инстанции, которой доверено эти споры разрешать. Рожать или не рожать – вопрос личного выбора американки. И только бог ей судья. Да, аборт стал легальным в США всего 40 лет назад, но оплачивать эту многотысячную медицинскую услугу до Обама никто не собирался. И теперь, получается, не должен. Хотя 42% детей не рождаются именно в бедных семьях, где отказаться от ребенка дешевле, чем его вырастить. Елена Мещерякова, Анатолий Кошенко, телекомпания «Арт-ТВАй». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова